Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Аллегория битвы при Лепанто Паула Веронеза 1573 год Холст Масла 170 на 137 Блестящий представитель Венецианской школы живописи в эпоху Ренессанса искусство которого завершило ее золотой век на высокой ноте Паула Кальяри, называемая Веронеза то есть Феронец как художник сформировался в своем родном городе Его отец был каменщиком и как полагает познакомил сына с искусством Лепки еще в детстве Но все-таки первым подлинными учителями был известный архитектор Микеле Сан-Микеле и живописец Антонио Бадили Позже Веронеза женился на его дочери Собственный художественный язык молодой человек обрел уже в Венеции куда его в 1553 году пригласили для росписи плафона в зале Совета Десяти во дворце Дожей Вскоре творец удостоился золотой медали от прокураторов собора Сан-Марко за три больших круглых панно в библиотеке Марчиана В них мастер использовал резкие ракурсы и голокружительную аранжировку пространства сумел замечательно, почти материально передать изображение Самое крупное морское сражение в 16 веке близ Лепанта случилось 7 октября 1571 года и завершилось блистательной победой Объединенного флота Священной Биги в которую входила Венеция, Испания, Павское государство и многие другие европейские страны над военными силами Османской империи Поражение надолго отодвинуло претензии турок на мировое господство и развеяло миф о их непобедимости Но для христианской Европы это была прежде всего победа над мусульманским востоком Креста над полумесяцем И для Венеции, страдавшей в течение многих веков от постоянных конфликтов с мусульманскими странами Средиземноморья Сражение имело огромное значение Поэтому появление в ненецианской живописи того времени многочисленных полотен на данную тему Неудивительно, победа изображалась художниками и в качестве самостоятельной исторической картины и рассматриваем как аллегория и служила фоном, портретом а иногда присутствована на полотнах опосредственно Ну вот такое описание в картине Паула Веронезе Аллегория битвы при Лепанта я нашел в интернете Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok